Поднятельник, 16 сентября, финал среди девочек по футболу как раз Играем в первом лицее, в первом лицее футболистки, в секциях там есть, надежда как-нибудь, да вроде Посмотрим, кто будет себе, может повезет, забьем что-нибудь Если Арина сейчас в ворота попала бы, а не криво била С двух сторон покажу, ветер правда может быть, петлички нет, звук может быть плохой Не хватает, у нас есть Карины, Карина улетела в тур, чтобы отдыхать Кайфовать Ева одинок, вот это нападающий, мы повели одинок Одинок выиграл Опасные у головы Далеко Далеко 1 во 2 Далеко Ева дубль Это просто мега Два в ноль, в два в ноль и Татьяна в перекладе, сотка дубль два, коряга. Вот это футбол. Здесь какой-то у нас на 10 школе, на втором корпусе первого лице искусственный газон. Здесь тренируется у нас Академия Зенита Санкт-Петербургского, филиал, у нас же здесь филиал есть. Первый тайм завершен, два в ноль, идет лице номер восемь нашего лид-болистки, плюс у нас отчет на баскетболистке. Братарь, интересно, покажу вам красоты нашего города, видите, дома разукрашены, все красиво, здесь неподалеку лидовый дворец, бассейн, здесь красиво разукрашено. Вот здесь, смотрите, музыкальная школа, опасный, отдай, а ну пока обработаешь, Ева полгода пройдет. Мозга нет вообще никакого, опять глупо сыграла. На ровном месяце работали уголовые. Все, два в ноль. Наши чемпионки, поздравляем наших чемпионок. Победу удержал восьмой лице. Молодцы. Я могу теперь через футбольное поле пройти? Чемпионок. Татьяна, расскажи, как ты в повороту не попала. А у тебя там? Ева, лучше бомбардир чемпионат, расскажи. С утра. Все? Футбол восьмой лице? Нет. Все, как черный шанс, как быть? Это ковра. Это черные носки. Арина, как по лбу получила Татьяна? По лбу, а не по лбу по рукам. Она же руки вот села. Маша, без травм, Маша? Вы посмотрите на каминный синяк, у нее там что-то. Желтую карточку вот эту получила. Что? Вот эту желтую получила. А, я же орала на всех ходила. Не надо орать. Орала. Два гола забила, все, почувствовала себя. Ты не тоже орала, ты обозвала. Я тут на них. Гля, расскажи, как ты чувствовала свои ворота. А у нас не верили, а муты. Он мне вчера предупреждение сделал, но сегодня у меня желтую карточку. Я же не знал, что здесь новички играют, а не просто. Да они новички, там три нормальные, четыре. Ни одного нету. Милана сказала, три, четыре девушки. Чемпи, чемпи. Огромное спасибо всем. Татьяна Михайловна, торт им надо будет? Да, обязательно. Просто показать, просто показать, они надеются. Им просто показать, торт показать. Да, но они надеются все. Кстати, девочки, это играли, я хочу вам показать. Вот у нас здесь на младшем корпусе и на старшем стоят вот такие штучки. Не знаю, видно будет, не видно. Вот эти столбы в 2006 году покупал Багметов, когда вышли в супер-бегон. Потому что во дворце старом стояли столбы, ну старые, железные столбы такие вот. Федерация же в стандарты вела на новые столбы, вот эти столбы. Там за приличные деньги, там около 250 тысяч что ли. Были же к 300, на те годы покупались эти столбы. Это защита, сетка. Ну все-таки тоже со дворца спорта. И вот когда старый дворец спорта разваливали, все это забрали и положили вот сюда поставили. И мы к этому доступа вообще не имели. Мы за забором обменять это вообще никак нельзя. Забор сюда зайти потренироваться тоже нельзя. Тут поставили, поставили, а для кого поставили, непонятно. На этих столбах столбы были в супер-линии. Они легкие, ну по стандарту. Но это старые столбы. Не которые сейчас во дворце спорта, в новом. Это вот старые столбы под старые стаканы. Под старые круглые стаканы первые столбы такие. Сейчас же стакан чуть больше. Ну, разных. А это вот в Саловатии первые были. И сетка очень приличного качества. Такая сетка стоит тысяч 15-20. То есть это уже 8 лет здесь оно висит. И зимой, и летом. 8 лет. Представляете? И как это забрать? Или поменять хотя бы? Есть же старые столбы. Сюда поставить. А это отнести хотя бы в лице и восьмой поставить. Чтобы мы не имеем понятия. Я вот каждый год хожу, облизываюсь. Потому что, ну это, чтобы нам такое купить сейчас, это, ну нереально. А это вот готово здесь стоить никому не будет. Площадка за забором. Здесь даже детям-то заходить нельзя. Ну, может, уроки физкультуры проводит. Может. Ну и точно. Я не вижу. Поэтому комбинат когда-то в свое время поставил. Все хорошо. А мысль и для чего? Непонятно. Такая ситуация с нашим Террафлексом происходила. Был Террафлекс во дворце спорта старом. Когда Невсихимик выходил, все обязали всех Террафлекс. И Багметов там купил Террафлекс. И также, когда дворец спорта развалили. Ну, вот поставили там. Ну, не видно его здесь. Поставили новый дворец спорта. Террафлекс ушел. Часть Террафлекса ушла просто на детский лагерь спутник. И он там на подиум лежит. То есть, дети ходят по миллионам. Тогда Террафлекс за 5 миллионов, что ли, покупали. Это было, напомню, еще в 2006 году. Так что, вот, так вот и живем. 21 сентября. Мы идем на Кросснац ежегодный. Мы участвуем. Вот, идем такие. В парке где-то бегать. Там дальше еще наши Таи. Сейчас пробежим. К Ксюше идет. Она сегодня 3 километра будет бежать. Сколько? Вип-забег. Сколько? Три. Ага. Ты не стал отсюда? А, это типа с одной командой, что ли, две герла идут в улице. Ага. Типа спортсменки. Ну да. Вон там стоят наши еще. Здравствуйте. 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 С этим мы покажем, что мы можем, что мы в августе готовили. Это все, что ли, наши? Что? Что? Ну парк пустой. Угу. 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 Потому что, скорее всего, дальше, мы не с детями туда пойдемте. А мы когда шли, там финиш и станут. На одну муку. Не а ладно. Угу. 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 Самая короткая дистанция, вот старт. А вот финиш сразу же. Угу. Угу. Привет. Мы ищем. Угу. Без правилки, я все уняла. Я же говорю, что это камера. Я не понял, что это удобно. Ну ладно. Да. Я ничего не вижу, я обстою. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые участники спорта и активного образа в жизни. Мы сегодня представляем восприятие, проводящееся на всей территории России. ПЕСНЯ Все готовимся, нашим повезло, молодым, кому 11-12 лет, а они бегут в младшем забеге 500 метров. Ева у нас морж. Я сейчас разогрессусь, но это же там виски. Так, задача девочки, что он 500 метров бежит, первые три места, от этого будет зависеть ваша жизнь. А что она где? Там легкая атлетка. Какие они в Адлер уехал, сама говорили. Да там есть. Кому ты собралась проигрывать 10-летним, не позорьтесь, вы спортсмены или кто. Это очередной вызов. Если ты боишься вызовов, то это какой-то спортсмен. Первые три места. А к старшим девочкам, кто старше бежит, два места в призах обязательно. Все, настраиваемся. Слушай, как профессионально готовит, ногу мажет себе. Как будто на Олимпиаду бежит. Вы уже пробежали? Дождик начался. Что-то я впервые встала. Давай, 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 давай! Татьяна первая молодец. Таня, давай! Таня, давай! Умничка! А где остальные наши? Давай быстрее! Ульяна, обгоняй! Ускорься, Ульяна! У нас 4-5-е место. Ульяна, бойся! Печально. Хорош, Татьяна выиграла детей. Молодец. Ева, Ульяна, как так-то? Мужик, давай. Среди 31-е. Ева! Ульяна! Ульяна! 4-5-е неплохо, но... Татьяна, что как бежалась, расскажи. Ужасно. Ну ты же выиграла. Хоть напряглась чуть-чуть? Чуть-чуть! 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 Ну, среди детишек мы выиграли. Ульяна переживает. Ульяна, что ли? Ульяна, что ли? Ульяна, что ли? Ульяна, что ли? Наш второй забег. Старшая девочка. Катюша, Оля, Арина. А где у нас Маша, Камила, Лена? А тут сложнее будет нам в призы попасть. Намного. Много. Хотя бы, хотя бы в десяточке быть. В семь. Было бы неплохо. Давай посмотрим. Что-то много. Это забег 13-15 лет. Девочка. Ну, неплохо. Хотя у нас выиграла среди детишек. Все, у нас сейчас стартуют девочки. 13-15 лет. Какой-нибудь старт у них немножко. Другой забег. Блин, Маша упала. Вон там Арина бежит. Лена молодец. Ну. И Камила там бежит. Она какая-то четвертая? Да. Арина, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Лен, давай, догоняют. Лена пятая. Денадцать. 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 Лена! Лена! Втроем, нормально. Втроем, нормально. Маш, давай-давай-давай-давай-давай. Давай-давай. Оля-Оля-Оля. Что получается у нас по кроссу нации? Татьяна выиграла детский забег. Молодец. Ева с Ульяной четвертый и пятый в категории 11-12 лет, Арина четвертая в категории 13-15 лет, хотя и 13 лет. Пятая Лена молодец, хорошо показала результат. Татьяна, ты куда одеваешься за награждение, что потом еще будет? Сейчас еще мы сфотографируемся в наших. Ну и в десятке все, в принципе, наши были в десятке, молодцы. Хотя Оля могла лучше, она же легкая атлетка с шумбайками переехала. Татьяна, ты куда одеваешься? Татьяна, ты куда одеваешься? Татьяна, ты куда одеваешься? Вот она, вот она. Ну все, закончили крустаться, вечная тренировочка. Татьяна выиграла свой забег, больше призов нету. Но в принципе, в десятке вошли. Как кросс надо сделать? Хорошо, нормально. Нормально. Там все тебя отолкали. Дрова мокрые, ты должен сейчас упасть, но ты не падаешь. Ноги подкашиваются, а под конец уже никого почти нет, ты бежишь спокойно. И потом здесь Ева, в десятке. Короче, круто. Я считаю, мы справились. С чем справились? С дистанцией? Да. Ну мы хотя бы до фиши дошли. Это уже хорошо. Ну что за ужас хотя бы. Надо всегда придать, да, Камила? Чайок попилай? Главное быть оптимистом. Дождь сегодня прекращается. Малкое аплодисментное. Прошло почти.